Суд все-таки допросил зампреда правительства Бурятии Александра Чепика по делу Манзанова, сообщает инфопол.ру. Допрос бурятского чиновника длился около двух часов. Как оказалось, Координационный совет под руководством Александра Чепика рассмотрел и положительно решил вопрос о включении скандального ООО «Сибирский огород» в реестр получателей господдержки через Минсельхоз. Ранее, за неделю до этого, предприятие уже получило меры государственной поддержки в виде субсидий в размере свыше 11 миллионов рублей от Минсельхоза. Следующее заседание состоится 27 июня. Спортсмены из Бурятии успешно выступили на Всероссийской специальной олимпиаде. Соревнования проходили в Барнауле. На родину наши дзюдоисты привезли 8 медалей. Особо отличился Леонид Карбин. Он не только занял первое место, но и выиграл путевку на всемирные специальные олимпийские игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе. Не оплошали и теннисисты, они завоевали сразу 10 медалей. Среди победителей Валентина Налетова, Сергей Тубуконов, Валерий Садномов и Маргарита Леонова. Сотрудники ЛВРЗ вышли на пикет против массовых сокращений на заводе. Да, Московская головная организация, курирующая заводы нашего профиля, пытается решить свои финансовые и экономические проблемы за счет рабочих нашего завода. Акция организована профсоюзной организацией завода. В ней приняли участие около 100 человек. Сегодня в Улан-Удэ прилетел премьер Большого театра «Звезда балета» Николай Цискоридзе. В столице Бурятии известный артист и педагог принял участие в открытии мемориальной доски на фасаде Бурятского хореографического колледжа имени Ларисы Сахьянова и Петра Абашеева, основателей Бурятской школы балета. Кроме того, Цискоридзе посетил и Волгинский дацан, а также провел круглый стол, посвященный проблемам хореографического образования.